Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Яков Шатагин из Иерусалима. И сейчас мы находимся во времени Сферата Омер. Обычай во многих общинах в это святое время изучать Пиркей-Авод по учения отцов. Это особый раздел устной Торы, особый раздел Мишны, про который сказано в Талмуде. Кто будет изучать книгу Пиркей-Авод, станет праведником. Хочешь быть праведником, изучай Пиркей-Авод. Пиркей-Авод — это сборник Мишны. Там есть примерно 110 Мишна-Йод, 110 Мишин. Если делать, например, одну-две Мишны в течение 7-8 минут, то за 50 видеоуроков по 10 минут, до 10 минут, мы с вами пройдем весь Пиркей-Авод. Вся мудрость мудрецов эпохи второго храма, которые жили в Израиле, около 70 мудрецов, они зафиксировали самые важные качества человека, которые должны быть у нас, чтобы служить Творцу. И они здесь описали, что дает нам Тора, что дают нам заповеди, какие награды. И очень-очень-очень много важных тем и заповедей, зафиксированных в Пиркей-Авод, которые мы с вами начинаем изучать. Итак, около 50 видео до 10 минут, и мы заканчиваем весь курс изучения Пиркей-Авод по учению отцов. Пиркей-Авод по учению отцов, которые нам оставили наши отцы. И еще один аргумент в пользу важности Пиркей-Авод, что Пиркей-Авод записаны в каждом сидуре. То есть молитвенники, которые есть на каждой полке, в каждой синагоге, специально мудрецы поместили там Пиркей-Авод, чтобы каждый их изучал, насколько они важны. Итак, мы начинаем курс Пиркей-Авод. Сразу говорят нам мудрецы такое позитивное вступление. У каждого человека, который служит Богу по-настоящему, есть удел в будущем мире. То есть мы здесь живем для будущего мира, и это нужно помнить. Здесь как бы такой вот завод по изготовлению духовной энергии, который отправляется с нами потом в будущий мир, и там нас ждет огромная вечная награда. Итак, первая Мишна. Моше Кибель Турами Синай. Моше получил Тору на горе Синай. Нужно понимать, что Тора передается из поколения в поколение великими мудрецами Торы, которые зафиксированы в кодексе Мишны и остальных святых книг. Итак, какая же была цепочка передачи? Моше получил непосредственно от Бога на горе Синай. У Масра для Йошуа. Да, у Йошуа своему ученику. Отец пророков Моше получил Тору максимально качественно. То есть он пропустил через себя всю Тору, ничего не исказил, ничего не добавил. Его душа была чиста, он был самый скромный. Он это все постиг на небесах и начал передавать великим людям. У Масра для Йошуа передал Йошуа. Йошуа старейшинам, старейшины пророкам поколения пророков. И пророки передали мужам великого собрания последние 120 великих мудрецов и каббалистов, которые, кстати, нам зафиксировали все молитвы в Сидуре, и оставили нам огромные-огромные учения, которыми мы пользуемся до сегодняшнего дня, чтобы мы могли пережить это тяжелое изгнание, в котором мы находимся уже 2000 лет. То есть нужно понимать, что даже этические законы нельзя врать, нельзя кого-то оскорблять, обижать, нужно уступать, нужно здороваться. Даже такие законы, которые кажутся логичными, мы все получили на горе Синай, это все является заповедями Бога, и они обладают все эти действия божественным светом. То есть даже этика, элементарные простые вещи, что нельзя делать ущербы, мы это все понимаем, любой человек из любого народа мира это понимает, но тем не менее нам это тоже дали на горе Синай, Всевышний дал нам это в святости заповедей Кодекса Торы. Итак, вот такая вот цепочка, именно эта цепочка является правдивой, настоящей цепочкой передачи Торы, а все остальное это такие вот китайские подделки, были разные секты, люди говорили, Бог говорил со мной, Бог говорил с тем, я слышал тут, вот настоящая цепочка. Муше, Йошуа, Старейшины, Пророки, Аншей, Кнеста, Голы, Агдула, Мужи, Мужи Великого Собрания. И последние нам сказали. Итак, начинаются законы. Первый закон. Когда судьи судят закон, они должны максимально качественно все обдумывать. Нельзя спешить, когда судьи судят. Вы спросите, как это касается нас? Мы же не судьи. Каждый человек является судьей. Он судит свои поступки, поступки своих близких, детей, друзей, учеников, соседей. И когда мы хотим сказать, ох, он некрасиво поступил, подожди, подумай, взвесь каждый поступок, а потом уже делай свой вердикт, потому что мы постоянно судим себя, судим других. Мы должны это делать правильно, как бы взвесив все на чашах весов мудрости. Второй закон. Каждый раввин должен иметь как можно больше учеников, больше учеников, больше знаний, больше торы. И чем больше учеников, тем больше вероятность, что кто-то из них один станет великим-великим человеком, который будет вести следующее поколение. Как этот закон касается нас? Перекровод написан для всех. Не каждый человек обучает, имеет учеников, школу и так далее. А каждый из нас влияет на другого. Когда я иду по улице и веду себя хорошо, то люди, чужой пример, заразителен. И волей и неволей у нас есть ученики. Если я кому-то помог на улице, то другой тоже видит why. Он помог бабушке перейти через дорогу, буду тоже так себя вести. Ученики есть постоянно. Дети у нас учатся. Прохожие у нас учатся. Мы постоянно на глазах у людей, в трамвае, в автобусе, в метро на нас смотрят. Веди себя правильно и показывай с примером, как себя нужно вести другим. Амиду тальмадимарбе. Создавай как можно больше учеников. Показывай правильный пример. Тем более в поколении, когда есть социальные сети, мы вечно что-то транслируем. Транслируй правильные вещи. И последний закон. Ваасу саяк ла Туран. Те законы, те запреты, которые сказала нам Тора, сделай преграду. Добавь немножко, чтобы ты не перешел красную черту. Добавь еще 2-3 желтые и синие черты, чтобы ты вообще не приближался к самым таким страшным, опасным нарушений Торы. Это так закончилась первая мечта. Первый закон. Думай вдумчиво, когда ты принимаешь решения и кого-то судишь. И как бы вот меня обидели, он прав или не прав, подумай 10 раз. Взвесь все. Во-вторых, делай как можно больше учеников, заражай своим позитивным, правильным примером. И сделай границу, чтобы не нарушить что-то очень серьезное. Сделай себе еще пару шагов, чтобы ты не дошел до красной черты. Это первая мечта. И сразу мы учим вторую мечту. Шимон Ацадик. Великий Шимон Ацадик. Шимон Праведник. Был один из последних людей. Мещиоры и Кнесы Сагдойло. Один из последних людей из числа мужей великого собрания. Это просто были каббалисты, пророки. Ой, сложно себе представить уровень святости, мудрости этих людей. Шимон Ацадик был последним из них. Одним из последних. Он говорил, На трех вещах стоит мир. На Торе, на службе и на помощи другим. На милосердии. Есть три столпа. Мир разрушится, если не будет в нем Торы, изучение Торы, соблюдение Торы. Если не будет в нем службы, молитвы и гмилют хасадим, помощи другим. Вот три столба, на которых стоит мир. Тора изучайте, постигайте, обучайте. Молитва, а вот да, служба сердцем, это молитва, молиться. Молитва меняет весь мир. И гмилют хасадим. Помогать старикам, навещать больных. Помогать всем, кому мы можем. Всем-всем-всем помогать. На этом стоит мир. Первые две мешные из пиркаевод мы с вами сделали за 9 минут. Будем продолжать усиленно изучать наш курс по пиркаевод. Спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok